Снова здравствуйте! Это снова Владивосток-влог. Чуть не сказала Гуам-влог по привычке. В общем, как тут у нас обстановочка? Погода мерзкая, честно скажу. Смотрите, какой там туман, морось. И у меня камера неводонепроницаемая, поэтому я не буду долго снимать, потому что я боюсь, что она всё намокнет. Погода такая, вот знаете, вот мне, кстати, сейчас руки у меня мерзнут. Я в пальто. Я очень счастлива, что я надела пальто, а не толстовку, потому что я выбирала. Но мне сейчас даже в пальто холодно. Это просто ужас, я не знаю. Фонтанчик! Я, кстати, сейчас иду по Арбату в Владивостоке. Хочу зайти в один очень классный магазин. It's my shop. Потому что мне там нужно кое-что посмотреть. Итак, я забыла, что ещё хотел сказать. В общем, вот. У меня мерзнет рука, извините. И я жду своих друзей, так как они уже часто стоят в пробках. Люблю Владивосток. Вот все, кстати, говорят, в Лос-Анджелесе трафик плохой. Ну, посмотрим. Меня почему-то это, если честно, не пугает. Мне кажется, что они и в Владивостоке не будут, те, кто так говорят. Итак, я надеюсь, меня что-то хоть слышно, потому что мне тут ветер, как всегда, на Арбате. Я сейчас хочу пойти в торговый центр, потому что мне реально, мне холодно. Я не могу... Я думала, пойду погуляю, подожду друзей. Но что-то тут не гуляется. Ужасная мерзкая погода. У меня уже всё лицо мокрое. Вот знаете, вроде как бы не морозь, но, наверное, это туман. Короче, как бы не до морозь, я бы сказала. И очень холодно. Это просто ужас. У меня весь чемодан забит летними вещами. Не знаю, как я сюда собиралась. Я думала, что здесь уже тепло. Ну, нифига. И сейчас я поняла, что я обычно ногами стараюсь обходить людей, когда влоги снимаю, потому что не хочу, чтобы они слышали, как я говорю по-русски, потому что для них это странно. А здесь я не хочу... Я обхожу людей, потому что не хочу, чтобы они понимали, что я говорю. Мы сейчас заехали в магазин к моей маме. Она будет здесь директором. Ну, в смысле, она уже директор, просто тут ещё в магазине открыли. Называется «Азбука мебели». Находится на Варяге. На Варяге. На Варяге. Когда откроется, обязательно заходите. Скажите, моя мама, привет. 18 июня. 18 июня. Ну, что-то пока что не выглядит на 18 июня. Вот прикольная кроватка. Вот прикольная кроватка. Да, вот. Это ещё, в общем, такой строительный процесс. Даже музыка такая строительная. Поэтому сейчас поедем какой-то там. Сейчас в машину сядем, я всё расскажу. Так, мы сейчас едем к бабушке моей на дачу в Большой Камень. Будем есть клубничку. И наверняка ещё какую-нибудь кучу еды бабушка приготовит. У меня вот этот штурман такой сидит. Пока мама рулит. А, ещё я хочу, кстати, сейчас сделать видео на английском про дачу. Потому что меня реально друзья попросили сделать. Им очень интересно посмотреть, как выглядят наши дачи и бабушки. Поэтому я буду делать видео на английском. Правда, я ещё не знаю, когда я его буду выкладывать. Сегодня. Ну, я ещё даже канал не создала. Поэтому я думаю, сначала я сделала для того канала там просто знакомство, так сказать. Кто я, что я, сколько мне лет, откуда я и всё такое. Вот, а потом уже, наверное, второе видео будет про бабушкину дачу. Бабушка с дачи. Вот, да, бабушкина дача, точно. Будем дальше ехать. Ну, штурм маленький. Алёна, а можно я привет твоим подписчикам передам? Можно, конечно. Я хочу поблагодарить их, что они такие все молодцы, что поддерживают моего ребёнка. Её новые начала все. И она очень рада и счастлива, когда вы пишете хорошие комментарии и поддерживаете её. Спасибо от мамочки. Да, это правда. Потому что я каждый раз, когда либо хорошие, либо плохие. Короче, я маме всё рассказываю. Так что, если вы хотите написать что-то хорошее, знайте. Пишите маме. Мама узнает. Да, мама об этом знает. И если что-то плохое, тоже мама узнает. Потому что она всё знает. Да. Поедем дальше. Итак, мы сейчас найдём клубничку. А вот бабушка сейчас даст Маюшке клубничку. Нет, Майла, это бабушка. Где бабушка? Майла, иди сюда. На. Вон. Смотри, там клубничка. На, на. Да там нету ничего. Что, совсем что ли не понимаешь? Так она же любила клубничку. В детстве. Малеса, иди сюда, я тебя сейчас попробую. Вкусненькая же. Ты что, сладкое разрубила? На. На. Кушай. Не хочешь? Привязали бедную собаку. Бабушка попросила тут декорации её покрасить. Вот мы тут занимаемся художествами. Я чувствую себя как настоящий художник, артист. Прям крашу колёса. Маюшка с дедушкой сидят. Татьяна, помашите рукой. Молодец. С году никто не умрёт у нас. Все трудяшки, все любят эту работу на земле. Ну, а Лёне вот приходится тоже её любить. Молодец. Я этим не занималась со времён школы, наверное. Это моё произведение. Я сейчас поняла, что мы уже собираемся уезжать. Я сняла видео на английском про дачу. А на русском ничего не сняла. Сейчас что-нибудь покажу. Ну, я подумала, что, в принципе, в России все люди знают, что такое дача. Вот. Я просто, в общем-то, хотела показать своим друзьям-американцам. Они меня попросили снять видео прям про дачу. Им было очень интересно. Там что, хрюшки живут? Да. Звуки как будто там хрюшки. Это сарай какой-то. Ладно, Маюшка, пошли. У меня только что собака сбежала, но уже вернулась. Она как-то вылезла вот из этого её лифчика. И убежала. Проделись, ехали домой. Набрали ведро клубники, лука, укропа. Вон бабушка. Можно сказать по-русски теперь. Окей. По-русски, по-русски. Это для русских. А, тут для русских? Да. Здравствуйте, здравствуйте. Наезжайте к нам на дачу. Помогать картошку. Помогать картошку. По-английски сейчас говорили. А так, чтобы они не разобьлись. Вам не разобьлись. Сейчас я постараюсь быстренько так рассказать о приключениях и обо всех ситуациях, которые случились со мной в Сеуле, из-за которых я чуть не опоздала в аэропорт. Так как, да, я забыла об этом рассказать в прошлом влоге. Точнее, не забыла, просто влог и так получился очень длинный. Началось всё с того, что я сначала пошла в один торговый центр, потом планировала пойти в другой. На моей оффлайн-карте в телефоне было написано, что она находится на станции Yongdenpo Station. Но дело в том, что такой станции нет. На карте метро, и у меня тоже есть карта метро, здесь отдельная, написано, что есть станция Yongdenpo Office и Yongdenpo Market. То есть, две это разных станции. В общем, я поехала на ту станцию, которая такая более-менее, так сказать, покрупнее. И там не нашла никаких признаков того, что там есть этот торговый центр. Я вернулась на станцию назад, пошла на ту станцию, которая... Маркет, по-моему. И там мне выяснилось, что я ещё дальше от этого торгового центра. В итоге воспользовалась я своей оффлайн-картой и поняла, что мне нужно вернуться опять на станцию, которая называется Yongdenpo Office. Я вернулась на ту станцию. В итоге оказалось, что той станции идти было почти километр, там 600 с чем-то метров нужно было идти до этого торгового центра. Я шла туда, и я уже думаю, ладно, я не буду ничего много покупать, если мне придётся идти обратно. Но я пришла в этот торговый центр. И у меня был где-то... Где-то у меня полчаса, даже больше, где-то час ещё даже был до того момента, как мне нужно было снова сесть в метро и поехать на самолёт. Но в итоге я зашла туда, увидела, что там есть значки метро, метро, метро. Я думаю, всё, классно, значит, я могу здесь провести побольше времени и пойти потом просто спокойно на метро. И мне можно купить много всего, потому что я это недалеко нужно будет тащить. В итоге получилось так, что я купила много всего с пакетом, пошла по значкам метро, я так шла, шла по этим значкам. В итоге меня всё это провело, блин, через подземный рынок, куда-то ещё в глубь и дальше. И все эти стрелочки потом выходят на улицу. И там идёт, получается, такое разветвление. Там станция такая-то туда, станция такая-то туда. И я просто... Я обалдела, когда я это увидела. У меня была такая паника. Я не знаю, я просто схватила телефон, ближайшую станцию нашла. Я просто бежала до неё тоже где-то полкилометра. Кстати, это, по-моему, та же самая станция была. Или даже следующая. В общем, я не помню, какая-то из этих станций была. В общем, оказалось, что этот торговый центр, Times Square, он находится между этими двумя станциями, Yung Dong Pole Office и Yung Dong Pole Market. И, в общем, да, если бы я это знала, я бы, конечно, не поехала. Я бы просто поехала в какой-нибудь любой Емарт, это торговый центр, магазин, можно сказать, продуктов и вот всего такого, супермаркет. Я бы поехала в какой-нибудь другой, который находился на станции метро. После этого я, наконец-то, добежала до станции метро, села на метро, всё, доехала, там ещё где-то пересела. И вот вы видели, я стояла перед этим, перед этой прям дверью метро. И так, всё, аэропорт, аэропорт. В итоге я села в поезд. И меня высадили на станции, не доезжая до аэропорта. Я думаю, блин, что такое? В итоге я смотрю, а там, оказывается, висит такое, как бы, расписание. И там написано, что через один поезд идёт, он не до конца идёт, а он идёт до какой-то промежуточной станции. И нужно было ждать следующий. Я ждала следующий поезд. Я там просто, я не знаю, каждый раз там ещё показывают вот так путь. То есть от остановки до остановки там такие точечки, и они исчезают потихоньку чем-то ближе. Я просто смотрю, у меня вот так вот сердце стучится. Я не знаю, я уже давай там придумывать, что мне делать, как вообще я просто, как только метро, всё, двери открыли, в аэропорту я просто так побежала. Это просто был капец. Я побежала искать столько регистраций, а там их очень много. И я не могла найти табло, где бы написано было, что именно где на S7 регистрация. И я побежала на информацию, на информационный стол. Я говорю, тётеньки, ой, блин, вот у меня вот этот рейс, где регистрация? Она мне сказала, я побежала и зарегистрировалась. Как ни странно, не было абсолютно очереди. В смысле, это было очень классно. Я была очень счастлива, что не было очереди. Я быстренько зарегистрировалась. И как ни странно, не было даже очереди ни на таможне, ни на проверках вот этих. То есть очереди вообще не было, и я прибежала просто на самолет. У меня было еще целых 10 минут до посадки. Точнее, не до посадки, а вот еще именно самой посадки 10 минут было. Вот, я тогда вам сказала всем, всем спасибо за просмотр и все такое. Побежала на самолет, села в самолет. Ну, в общем-то, это, в принципе, все приключения. Кстати, самолет, на самом деле, 10 минут я так торопилась, бежала. В итоге просто еще где-то час мы сидели в самолете и ждали, пока он взлетит. Да, на этом все. Это были все мои такие приключения, которые я хотела рассказать. Опять получилось очень долго, времени. Спасибо, что вы смотрели этот блог. Обязательно ставьте лайки. Вот такие, да, лайки. Я уже завтра буду снимать видео про то, как моя мама и брат пробуют американские вкусняшки. Они все ждут скорее, потому что уже мой брат хочет их съесть. Но я говорю так, не открывать это на видео. И да, будем снимать завтра. Поэтому да, еще раз всем спасибо. И всем пока!